Добрый день! Сегодня 30 мая 2024 года. Вы послушаете выпуск новостей на легком иврите. Это будет язык шестого уровня сложности по стандартам нашего канала. Я сначала прочитаю текст новостей, а потом его переведу. И сейчас переведем. Здравствуйте! Вы слушаете новости по радио Голос Кос. И я здесь отмечу, что «года» – это «поблагодарил», но лучше служебный перевод, как «сказал спасибо» или «выразил благодарность», чтобы мы не ошибались с предлогом «ле». То есть «выразил благодарность кому» или «сказал спасибо кому» и в данном случае «ле студентим» или «ла студентим» с предлогом «ле». Обратим внимание, глагол «года» – тот же корень, что в слове «туда». «Туда спасибо» – «года» – «поблагодарил». В настоящем времени было бы в форме мужского рода «моды» – «благодарит» в форме женского рода «мода». И неопределенная форма «ле гудут» – «благодарить». «Аль афганот негид Исраэль» – «за демонстрации против Израиля». Известно, что Иран спонсирует демонстрации, которые проходят в Соединенных Штатах. И духовный лидер Айтала Али Хаменаи выражает благодарность студентам. Но при этом мы помним, что когда демонстрации против режима в Иране проходили на территории Ирана, эти демонстрации были зверски подавлены. «Шхем» – это город в Самарии. «Меот Йудим и Гиу Ликевер Йосеф в Эйтпалилю Шам». Сотни евреев прибыли на могилу Йосефа и молились там. В «Шхеме» находится могила персонажа истории Йосефа. И по соглашению с палестинской автономией, раньше был практически свободный доступ туда для групп молящихся. И сейчас эти молитвы продолжаются даже в военное время. И вот несколько сотен сегодня ночью туда прибыли помолиться. Армия обороны Израиля установила контроль над полосой Филадельфия и уничтожила десятки туннелей, которые предназначались для контрабанды. Давайте поймем каждое слово «ишталет», в настоящем времени «мишталет» устанавливает контроль. Мы свяжем это со словом «шильтон». «Шильтон» – это власть, чтобы легче было запомнить. Нам известно слово, которое через арабский язык нам попало «сультан» как правитель. И в иврите «шолет» – это властвует или владеет, как бы контролирует. Например, расскажу они «шолет» бы иврит, я владею ивритом. И «легишталет» – установить контроль. Слово «цир» – это ось или стержень, или какая-то полоса, может быть, автомагистраль по смыслу, автодорога. И в данном случае «цир» в Филадельфии – это название приграничной полосы между сектором Газа и Египтом. И под границей десятки проложены туннелей, и контрабандисты перевозили, в том числе, судя по информации, которая когда-то была в СМИ, были туннели, по которым автомобили проезжали из Египта в сектор Газа. То есть туда провозилось огромное количество всего. Идет в том числе и ракеты, и военная техника. Все то, что пригодилось террористам в нападении на Израиль. И очень важно сейчас все вот эти перекрыть возможности проникновения всего из Египта на территорию сектора. И, скорее всего, что израильская армия останется, чтобы контролировать вот эту приграничную зону. Это примерно 13 километров. И там же находится пограничный переход Рафиах из сектора Газа в Египет. Вейшмид, Асрот, Мингород, Авраха. И уничтожил десятки туннелей, контрабандных туннелей. Мы здесь поймем слово Ишмид. В настоящем времени Машмид это уничтожает. Ашмада уничтожение. Мингора это туннель, во множественном числе Мингород. И здесь у нас получилась Смехут, то есть связка. Мингород, Авраха. Авраха это контрабанда. От глагола Мавриях одно из значений провозят контрабандным путем. И Мингород, Авраха как контрабандные туннели, туннели контрабандистов. Аза это и название сектора, и название города. В секторе, дословно в полосе, потому что этот сектор имеет вид такой удлиненной полосы с севера на юг, воюют два бывших министра. И здесь Леше Авар это что в прошлом. Мы чувствуем, что здесь корень Авар. Авар это было, прошло. И Леше, который в прошлом. Бывших мы переведем. Бывший, бывшая, бывшие. Леше Авар не зависит от этого абстрактно. Неважно о ком или о чем идет речь. Йоас Гендел или Гендел это его имя и фамилия. И Эйтан Кабель это тоже имя и фамилия. И нужно отметить, что уже по возрасту эти министры не должны были проходить службу в армии. Но они пошли туда добровольцами. И сражаются сейчас с террористами. Большое им спасибо. Я надеюсь, что это было интересно опознавать о нас. Спасибо за внимание. С вами был Марк Лейтроуд. До свидания.